Когда речь заходит о комарах, обычно первыми вспоминаются надоедливые кровососы. Поэтому, наталкиваясь в траве на огромную тучу жужжащих насекомых, мы сразу напрягаемся и готовимся отбиваться. Но, к счастью, требуется это далеко не всегда. Основная масса комаров в отечественной природе относится к семейству звонцов или дергунов, которые, хотя и похожи на первый взгляд на кусающиеся виды, но на самом деле не представляют для человека никакой угрозы, так как во взрослом состоянии вообще не питаются и живут только за счёт ресурсов, накопленных в личиночном возрасте. Зато самими звонцами питается очень много кто. Будучи самым массовым и наиболее широко распространённым семейством комаров, эти насекомые становятся базой для множества пищевых цепей. На суше их активно поедают другие хищные насекомые и птицы. У пауков и вовсе в моменты массового вылета происходит праздник от количества лёгкой добычи. А в воде такую же важную роль в пищевых цепях занимают личинки. Личинки комаров-звонцов хорошо известны всем аквариумистам под названием мотыль. Каждый посетитель птичьих рынков, даже если он не интересуется рыбками, наверняка видел вот таких красноватых червеобразных созданий, продающихся небольшими порциями. Рыбакам мотыль также известен как неплохая приманка. Но и аквариумисты, и рыбаки обычно не обращают на них внимания с точки зрения интересных самобытных животных. Давайте восполним этот пробел в данном видеоролике, а ближе к концу рассмотрим вопрос, как пронаблюдать в домашних условиях чудесное появление взрослого комара из куколки. В мире насчитывается около 7 тысяч видов звонцов. Своё основное название они получили за характерный звук, возникающий от огромной скорости взмаха крыльев. До тысячи в секунду. Тем не менее, полёт звонцов трудно назвать грациозным. Он скорее состоит из неровных, дёрганных движений в разных направлениях. И такими же несуразными кажутся попытки комара ползать по твёрдой поверхности. Даже спокойно сидящий на одном месте комар может периодически подёргивать направленными вперёд передними ногами. Так объясняется второе название группы – дергуны. Ну а третье устоявшееся название является прямой калькой с латыни – хирономиды. За отдельными исключениями взрослые комары не питаются. Им просто нечем, так как ротовые органы недоразвиты. Всё, чем могут заниматься взрослые особи – это спариваться и откладывать яйца. Как правило, они сбиваются в большие группы по берегам рек, озёр и других подходящих водоёмов, где в зависимости от погоды и времени суток то сидят в траве, срываясь с места, лишь будучи потревоженными, то кружат в воздухе большим роем. Рой состоит в основном из самцов. Это легко понять, если поймать несколько комаров и посмотреть на усики. У самцов они будут перистыми, а у самок тонкими и нитевидными. Самое простое отличие. В одном роя может быть огромное количество комаров – десятки, а то и сотни тысяч. И рой иногда растягивается в длину на сотни метров. И все вместе самцы издают громкий, пронзительный звон специально для привлечения самок. Во время обычного полёта крылья двигаются значительно медленнее и поэтому не издают звуков. Рой, как правило, никуда не двигается, лишь слабо колеблется на одном месте. Но каждый отдельно взятый самец внутри прописывает свою слегка дёрганную траекторию, то резко взлетая вверх, то падая вниз. Ну а самки в это время скрываются внизу в траве. Они влетают в рой на очень короткое время, исключительно для процесса спаривания, и затем снова прячутся среди растительности. Впоследствии самка откладывает в воду яйца, заключённые в полупрозрачные студенистые образования различной формы. Форма кладки и цвет яид зависят от конкретного вида, меняясь от сбитых комочков до длинных тонких шнуров. Выходящие из них личинки также могут выглядеть по-разному. Привычные красноватые личинки, известные как мотыль, обычно принадлежат к роду хирономус. У других звонцов они могут отличаться, будучи сероватыми или зеленоватыми. Но даже те, что имеют ярко-красный цвет, как правило, приобретают его не сразу после выхода из яиц, а уже после первой линьки. За время своего развития личинки линяют три раза и проходят четыре стадии, причём в благоприятных условиях занимает этот процесс всего пару недель. По размеру не всегда можно сказать, на какой именно стадии развития находятся насекомые, так как величина сильно зависит от количества пищи. Живущая в изобилии личинка третьей стадии вполне может быть крупнее, чем голодная личинка четвёртой. Впрочем, для людей, не сильно разбирающихся в подобных особенностях, разные размеры также могут свидетельствовать и о том, что это просто разные виды комаров. Хотя, как правило, намытый в одном месте мотыль в основной массе принадлежит к одному виду при любом размере личинок, так как роящиеся комары откладывают сразу большое количество яиц примерно в одном месте водоёма. Процесс добычи мотыля называют намывкой, так как личинки держатся на заиленном дне, где и питаются различной растительной органикой. Все основные способы ловли предполагают необходимость отделять личинок от ила. В простейшем варианте субстрат загребается лопатой, всыпается в мелкое решето и дальше ил вымывается сквозь ячейки, а мотыль с крупным мусором остаётся. Другие методы чаще всего являются различными усовершенствованиями данного способа. Мотыль является прекрасным кормом не только для аквариумных рыбок, но и, к примеру, для креветок. Сейчас вы видите, как креветка-вишня с удовольствием поедает мотыля. А то, что живые комариные личинки зарываются в субстрат, в разных случаях может быть и плюсом, и минусом. Если у вас нет обитателей, способных хоть немного рыться в грунте, а грунт сам по себе слишком уж чистый, лишние личинки без доступа к пище могут погибнуть и при достаточно большом количестве стать источником загрязнения воды. Но если грунт не идеально чистый, тогда они останутся в живых и смогут стать источником растянутого во времени кормления для питомцев, способных активно добывать их в субстрате или хотя бы поджидать выплывания куколок. Движения, совершаемые личинкой, можно назвать резкими, змееобразными извиваниями. Сгибаясь то в одну, то в другую сторону, личинка при необходимости может плыть в воде, то есть мотается, мотыляется, если перейти на народные выражения. Так произошло название «мотыль». Впрочем, плавать приходится лишь при острой необходимости. Живущая на дне и в достатке пищи личинка может не нуждаться в плавании и только ползает по субстрату, ловко пользуясь двумя парами своих ложных ножек. Одна пара находится на переднем конце тела, а другая на заднем. Тем не менее, спокойно сидящая на одном месте личинка может совершать колебательные движения и с другой целью, вызывая вокруг себя постоянный ток воды, что помогает при дыхании. Кислород из воды поглощается частично всей поверхностью тела, а частично через трахейные жабры. Некоторые виды поселяются внутри живых листьев и стеблей водных растений. Они могут прогрызать там собственные проходы и играть роль активных вредителей. Возможны и другие варианты. Но наиболее привычные формы мотыля обитатели грунта, предпочитающие отмирающую органику. Вот так выглядит заилинное дно водоема, где поселились личинки. Дно покрыто множеством укрепленных трубочек. Частицы ила склеиваются при помощи выделений слюнных желез. Внутри таких трубочек личинки постоянно живут и в итоге окукливаются. Куколка также покоится внутри, выставляя наружу только жабры. Этим она отличается от куколок других комаров, например, кровососущих, постоянно активно плавающих в толще воды. Для того, чтобы рассмотреть куколку звонца, её нужно намеренно потревожить и вытащить из иловой трубочки. Вот так она выглядит. Такая же красная, благодаря чему хорошо опознаётся. Из других характерных особенностей можно отметить трахейные жабры в виде пучка тонких нитей и две плавательные лопасти с волосками на конце брюшка. Эти лопасти нужны лишь для одного всплытия и скорее как вспомогательный инструмент. Когда подходит время вылупления, тело куколки переполняется воздухом и превращается в поплавок, способный довольно быстро всплыть на поверхность водоёма. Там покровы лопаются и появляется взрослое насекомое. Подобная особенность делает звонцов наиболее удобным объектом для желающих пронаблюдать вылупление комаров из куколок собственными глазами. В аквариум необходимо поселить достаточно большое количество мотыля, чтоб наверняка не пропустить момент. И периодически посматривать, не всплывает ли кто-нибудь. Если какая-нибудь куколка начала резко подниматься к поверхности, значит пора. Довольно быстро её покровы разойдутся в стороны и на воде появится взрослый комар. Причём, если насекомое потом вылетит в комнату, это не имеет особого значения, так как звонцам нечем кусаться, никаких проблем для людей они не доставят. Наблюдение за вылуплением кровососущих комаров помимо подобных неприятностей неудобно ещё и тем, что поймать момент намного сложнее. Куколки постоянно плавают в толще воды или у поверхности, поэтому нет никаких очевидных признаков того, что время вылупления приближается. Всё может случиться в любой момент. Впрочем, и у звонцов не каждое всплытие приводит к успеху. Бывают ситуации, когда шкурка куколки не расходится, или когда процесс сброса шкурки проходит с затруднениями, вызывающими травмирование и гибель насекомого. Это тоже вполне естественно, и в природе те, кому не повезло, сразу вовлекаются в очередные пищевые цепочки, подбираясь водомерками и другими поверхностными хищниками. Если вам понравился данный видеоролик, не забудьте поставить свой лайк и комментарий в поддержку. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео про интересных животных и не только. В следующих роликах речь пойдёт о кровососущих комарах. А пока всё. Спасибо за внимание, добра и удачи, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok